Добрый вечер, уважаемые участники. Здравствуйте, Александр. Всех рад приветствовать на нашем новом вебинаре, который мы проводим вместе с Александром, где Александр также делится своим опытом, мы обсуждаем рынок и, как всегда, следим за тем, что происходит на рынке. Но прежде чем мы начнем и перейдем к разбору рынка, как всегда, несколько слов с моей стороны. Во-первых, как всегда в начале, это предупреждение о рисках. Всегда важно помнить о том, что торговля на финансовых рынках связана с рисками, с ними нужно разобраться, с ними нужно ознакомиться, прежде чем переходить к работе на реальном счете. О рисках мы будем говорить, будем рассматривать разные примеры сегодня, поэтому также об этом помните. Для тех, кто присутствует впервые на наших вебинарах, скажу несколько слов о компании. Компания Admirals является брокером, мы работаем уже более, кстати, надо поменять, 21 год в марте был компанией, сейчас уже 21 год, его только заметил опечатку на слайде. Работаем, да, уже больше 21 года, работаем в разных юрисдикциях. Ну, главный наш сервис, который мы даем, это сервис для трейдеров и инвесторов. То есть мы предоставляем платформу, вы можете инвестировать, торговать различными инструментами, более 8 тысяч инструментов представлено. Ключевая наша платформа – это MetaTrader 5, но также есть и мобильное приложение, то всегда можно найти тот способ, который наиболее удобен. Вот у Александра, я вижу, присоединился новый… Группа охраны. Группа охраны, я это называю. Внимательно послушать, что же там Роман говорит. Да, да, да. Как Роман заговорил, что риски, риски, группа охраны сразу заинтересовалась. Сразу же бдит. Да. Это половина группы охраны, вторая на полу. Со всех сторон окружают. Собака, не волнуйся, все в порядке. Зовут, кстати, зовут ее. Имя очень странное, которое американцы… Никто не знает, что это за имя. Имя этого зверя – собака. Коэр. Я помню, что вы еще хотели. Это в следующий раз. Все русские друзья смеются. Так у тебя собака-собака. Да, собака-собака. Собака, отдыхай, мы в безопасности. Также хотел сказать, что у нас не так давно появилась возможность как раз покупки дробных акций. Было тоже много вопросов у нас на YouTube-канале по поводу, что такое дробная акция. По сути, это та же самая акция, которую вы покупаете без плеча, но можно покупать часть. Если акция стоит, допустим, 1000 долларов, и даже одну акцию нужен достаточно большой депозит, то можно частями набирать портфель, то есть покупать не одну акцию, а также и диверсифицировать. Это доступно на инвестиционных счетах, и также эта возможность есть как платформа MetaTrader 5 и на мобильном приложении. И у нас запустилась буквально вчера новая кампания, где мы возвращаем часть спреда для тех трейдеров, кто как раз активно торгует внутри дня, использует активные торговые стратегии, где фактически в течение месяца вы можете торговать и получать спред обратно. В эту кампанию вы можете зарегистрироваться. Сейчас я тоже ссылочку приложу, чтобы она у вас была под рукой. Ознакомиться с правилами. Всегда важно почитать обязательно правила. Сейчас я не смогу все обсудить, потому что у нас немножко другая тема, но просто предупреждаю, что у нас эта акция началась. Также с нашей стороны в кампании мы уделяем большое внимание именно обучению, поэтому мы очень рады, что Александр имеет возможность к нам присоединяться каждый месяц. И для того, чтобы вы всегда были в курсе актуальных видео, чтобы вы всегда были в курсе актуальных событий, в первую очередь я рекомендую подписаться на наш YouTube-канал. Кстати, у нас осталось буквально 40 человек, и у нас будет 20 тысяч подписчиков в нашем YouTube-канале, поэтому если вы еще на него не подписались, то нам это очень поможет. И будем надеяться, что после этого вебинара мы перевалим за 20 тысяч подписчиков на нашем канале. И также там будет проходить конкурс, где можно выбирать книгу с автографом Александра, но об этом я расскажу чуть позже. Также о чем мы поговорим сегодня, то есть как всегда мы разберем ключевые инструменты, как всегда мы это делаем в начале. СНП, ДАКС, евро-доллар, подведем итоги конкурса, разберем несколько примеров, удачных примеров, и, наверное, что более важно, также посмотреть примеры тех участников, которые получили убыток. Обязательно мы это сделаем. Также разберем несколько акций, поговорим обязательно по текущей ситуации на рынке. Будет серия ответов на вопросы, то есть также вопросы мы принимаем на нашем YouTube-канале, поэтому еще один повод на него подписаться, чтобы когда я завтра добавлю это видео на наш YouTube-канал, вы смогли уже оставить вопросы к следующему вебинару, который будет в апреле с Александром. Ну и я также расскажу про индикаторы, как их восстановить на платформу, это уже в конце, и правила конкурса. Наверное, с моей стороны, ступительно в слово это все. Вот хотел бы передать слово Александру. Как всегда, с нетерпением ждем вебинара каждый месяц, для того, чтобы учиться, учиться и учиться каждый раз вместе с вами, Александр. Поэтому передаю слово. Спасибо большое, Роман. Спасибо на добром слове, которое, как в старом кино говорили, даже и кошке приятно. Мне всегда очень нравится, что вы предупреждаете людей о рисках диржевой игры, потому что эта сфера деятельности, трейдинг, она заполнена всякими такими быстроговорящими специалистами. Быстрые деньги, быстрые деньги, работать не надо, думать не надо, 10 минут в день все сделано. Вот так вот, да? А вы это раскладываете очень осторожно по полочкам, чтобы люди… Это бизнес для серьезных людей, это не Лас-Вегас. И насчет того, что разбор неудачных сделок обучает нас гораздо лучше, нас всех гораздо лучше, чем разбор удачных сделок. Коротенькая история. У меня есть самый успешный мальченик. Он англичанин. Начал где-то с 300-400 тысяч долларов довольно много лет тому назад и сделал большие миллионы. И продолжает их делать, крутит, так сказать, это колесо. Я как-то много лет тому назад меня попросили написать книгу «Интервью с трейдерами». Я пригласил его, естественно, чтобы проинтервьюировать его. Книжка вышла, она есть на русском языке, называется «Входы и выходы». Я пригласил этого друга, Питер его зовут. Он от участия в книге отказался, потому что любит держать, так сказать, быть в тишине, особенно чтобы местные налоговые на него не обращали лишнего внимания. Но он сказал мне, а как ты планируешь эту книгу? Я собираюсь взять примерно 30 человек и у каждого взять интервью. Он говорит, Алекс, ты проинтервьюируешь и показать их сделки. То есть показать одну сделку, чтобы 30 человек показали мне свою сделку. Он мне говорит, Алекс, ты возьмешь 30 человек, они все тебе покажут успешную сделку. И какой-нибудь бедный начинающий посмотрит на эту книгу и скажет, это легко, 30 трейдеров, 30 успехов, поехали. Я говорю, ты знаешь, ты прав. И хотя он не участвовал, его нет в этой книжке, книжка несет на себе его отпечаток. Я взял 16 трейдеров и у каждого попросил показать две сделки. Одну успешную, а другую неуспешную. И проанализировал обе. Так что на ошибках учимся. Когда мы делаем деньги на рынках, так оно и должно быть. Мы гениальные трейдеры. А вот когда теряешь деньги, получаешь по зубам, вот тут и начинается учебный процесс. Так, к слову. Относится и ко мне. Я прилетел, я только что вернулся впервые за два года, прилетел в отпуск. Катался на лыжах в Европе с друзьями. Вернулся и с первого дня сунулся в рынок, еще не проснувшись полностью. И первые два дня потерял деньги. А, вот. Да, 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 да. Я совсем забыл, что после перелета нужно пару дней вообще так только смотреть или играть по очень маленьким ставкам. А, спасибо за урок. Спасибо за урок. Вот теперь я научился. Вот так вот. Это относится ко всем. Ко мне, к вам, ко всем. Давайте смотреть рынки, Роман, которые вы хотите, как всегда, хотите с них начать. Рынок S&P, Standard & Poor's. Рынок прет вверх, так сказать, со страшной силой. И он достиг, начинает поступать в зону серьезного риска. Например, вы видите, что с левой стороны на недельном графике, график S&P, он находится в конверте, который немножко толстоват, кстати. Вот если бы его сузили, то вы увидели бы, что во время взлета цены подходят к конверту. Да не надо, Роман, не волнуйтесь. Я на словах смогу объяснить. Цены подходят к конверту. И это зоны переоценки. И они откатываются от нее. И вот внизу, конечно, когда под конвертом, это паника, это самое время покупать. А сейчас, значит, у правого края цены опять начинают дотягиваться к верхнему конверту. Это не значит, что рынок вот сейчас прямо все, обвалится. Но это такой звоночек, что не влюбляясь в этот рынок, не думая, что все будет хорошо все время теперь, что у этого взлета уже как бы часы начинают немножко на него тикать. Смотрим на правую сторону графика, где дневной график у нас. И мы видим, что дневной график уже совершенно четко бьет по конверту. Кстати, Роман, если вы сможете вот этот правый график на весь экран показать, вы можете его так разнести? Так, я показал. Сейчас одну минуту. А вот, получилось. Да, получилось. Спасибо. Вот вы видите, у левого края это август. Рынок достигает, рынок поднимается выше верхнего конверта, начинается серьезный спад. Потом рынок довольно долго идет над конвертом в октябре. И тут начинаются серьезные дивергенции. Рынок вылезает выше конверта. МСД гистограмма делает гораздо более низкий пик правее. И в конце концов, в декабре рынок в последний раз вылезает над конвертом. МСД гистограмма ниже, чем она была раньше. И это начало медвежьего рынка. И где сейчас у правого края находится рынок? Он опять вошел в зону опасности. Вошел в зону опасности. Это не значит, что рынок должен обвалиться немедленно. Один из показателей, которые говорят, что это... Просто будьте осторожны, но это еще не конец игры. Посмотрите на высоту МСД гистограммы в центре графика. Очень высокий пик. Самый высокий с августа прошлого года. И до этого даже еще. То есть это показывает на огромную силу быков. У этого взлета есть очень большая инерция. И эта инерция, скорее всего, как правило, такая инерция продолжается. Но при этом нужно помнить, что это уже, так сказать, немолодой взлет. Уже, так сказать, часы немножко начинают тикать. Чего я жду? В каждой ралли, в каждом взлете есть всегда... Я не знаю, как по-русски сказать, по-английски называется pullback. Возврат к зоне ценности. Зона ценности – это зона между двенадцать скользящими средними. Произойдет такой pullback. И потом опять рынок пойдет вверх. И я бы хотел увидеть, чтобы он превзошел свой мартовский пик. Но в это время новый пик МСД-гистограммы был бы ниже, чем теперешний пик. Вот это будет моя любимая фигура. Ложный пролом с мельвежьей дивергенцией. Вот тут я начну коротить этот рынок очень сильно. А сейчас осторожно. Так что суммировать. Много слов надо суммировать. Рынок в бычьем тренде в данный момент. Но этот тренд уже начинает показывать первые признаки надвигающегося конца. Еще рано бежать, еще рано коротить. То есть коротить можно какие-то небольшие позиции. Но что абсолютно не надо делать, это влюбляться в этот бычий рынок. Все, медведей больше нет, будем петь и плясать. Это было бы ошибкой. Затем, Роман, я думаю, что вы на DAX обычно любите после этого посмотреть, да? DAX, да, один момент. DAX, как вы видите, гораздо слабее. И это можно понять, потому что военные действия происходят практически почти на их границах. На недельном графике мы видим очень сильный отбал. И опять-таки, когда цены вываливаются ниже нижнего конверта на недельном графике, это сигнал паники. А паника – это гораздо более кратковременная реакция, чем возбуждение. Человек может быть счастливым, возбужденным довольно долгое время. А паника – это как пальцы прищемили. Прищемили пальцы, очень больно. Человек кричит, но как можно быстрее отдергивает руку. И все, падение закончилось. То есть в следующий раз, когда вы увидите, что рынок в панике, обращайте внимание не на панику, а найдите, где нижняя точка получается, и рынок идет под нее и превосходит предыдущую высоту. Это было где-то три недели тому назад. Рынок – это, опять-таки, здесь имеется бычий тренд. МСВ-гистограмма стала ослабевать немножко. Не так впечатляюще, как в Штатах. Ну, в Штатах оно и понятно. За океаном оно жить спокойнее. Поэтому в Германии так немножко осторожнее все это происходит. Бычий тренд кратить еще рано. Но этот бычий тренд, опять-таки, похоже, начинает продвигаться ближе к концу. Например, если вы смотрите с левой стороны на недельный график, видите, как неделя открылась, последняя неделя открылась, подскочила вверх, а сейчас, сегодня, в четверг, торгуется там же, где открылась. То есть попытка ралли провалилась. Это хорошо видно на дневном графике с правой стороны. В понедельник началось ралли, во вторник рынок достиг новой высоты, в среду развернулся, сегодня продолжает тонуть. Америка не тонет, кстати, а вот французский рынок тоже очень слаб, но мы на него обычно не смотрим. Что дальше хотите посмотреть, Роман? Давайте посмотрим на евро-доллар. На недельном графике вырисовалась на этой неделе очень такая привлекательная картина. Не самая привлекательная, но привлекательная. Значит, мы видим, что… Я смотрю на гистограмму сразу. Сравните сегодняшнее, теперешнее донышко гистограммы и предыдущее, которое было в октябре. Евро ниже, а гистограмма более плоская. И даже МСД-линии немножко начали подниматься. То есть имеется на лицо бычья дивергенция. Хороший признак, не отличный. Почему не отличный? При отличном признаке… Роман, если бы вы под октябрьским донышком поставили горизонтальную линию… Вот так вот, да? Когда эта линия будет превзойдена, вот это будет еще ложный пролом вниз. А на сегодняшний день пролом все-таки еще настоящий. То есть дивергенция есть, а ложного пролома нет. Хороший признак, не отличный признак. Смотрим на дневной график с правой стороны, и мы видим, что евро очень хорошо поднимается, очень такой здоровый подъем. Опять-таки смотрим на МСД-линии гистограмму. Посмотрите на ее высоту в марте, в начале марта и сейчас. То есть цена выше и гистограмма выше. То же самое индекс силы. Цена выше, индекс силы выше. То есть индикаторы поддерживают этот взлет, это ралли. Когда идет ралли в любом торговом инструменте, я не люблю гоняться за ценами. Цены растут, я не люблю покупать вот эти вот верхушки. А сейчас, сегодня, вы видите, как евро возвращается на дневном графике к зоне ценности, к своей зоне ценности. То есть вот этот как раз тот самый откат, в течение которого можно вскочить, это поезд останавливается, поезд замерзет. Вот так, вот так. Еще с утра евро было переоценено, а сейчас евро достигло зоны ценности. То есть вот это вот, это ситуация, в которой я обычно ищу покупку. Хотя евро я уже давно не торгую, настолько занят американскими акциями, о том, что просто не до евро. Только когда в Европу летают, держат в романе сколько-то. Следующий вы, Роман, обычно, или золото, или… Да, давайте посмотрим на золото. У золота есть, так сказать, достоинства и недостатки. Достоинства – это… Золото – это общепризнанные деньги. Даже когда вот американские летчики летают во всяких опасных местах, им выдается, значит, спецпакет, если им придется катапультироваться, значит, чтобы как там… Там у них рации, пистолеты, все, и золотые монетки. То есть если нужно откупаться от местных, то кредитную карточку им давать не стоит. А вот золотые монетки – это уже совершенно другая песня. Поэтому золото – это такая общепризнанная валюта. 95% золота, которого было выкопано вообще за всю историю человечества, до сих пор лежит, значит, у людей на складах. Оно не гниет, оно не исчезает. У золота два… Значит, недостаток золота в том, что… А, его надо хранить где-то, да? И за хранение надо платить. То есть если у вас там какие-то десяток монет, вы их можете там спрятать, все там скажут, допустим, под матрасы. То есть люди прячут, очень часто только в банку кладут и в мусорное ведро на кухне, мусор сверху, да? Чтобы вы так не догадались другие варианты. Но вы не получаете никакого интереса за хранение золота. Это не банковский депозит. Но вот два главных двигателя золота – это страх и инфляция. Уровень страха сейчас понизился, поскольку… Все боялись, что Россия применит ядерное оружие. Я даже когда в Астрию поехал, брал с собой таблетки. И специальные таблетки от лучевой болезни. На всякий случай. На Амазоне купил. Этот страх сейчас как бы поулегся. А другой двигатель – это инфляция. А инфляция в полном разгаре сейчас. Хотя Федеральная резервная система штатов заявила, что будут бороться с ней всеми силами. В этом году ожидается 6 повышений учетной ставки. Так что поэтому золото просело сейчас немножко, но не падает. Опять-таки, мы говорили совсем недавно, глядя на другой рынок, как цены убегают вдаль, а потом возвращаются к зоне ценности. Если вы посмотрите на недельный график золота, вы видите вот именно такое возвращение к зоне ценности. С правой стороны на дневном графике мы видим такое довольно паническое падение золота, которое было во вторник. Оно пробило уровень поддержки и не осталось, и пробежало опять вверх. То есть вот это вот был мой любимый ложный пролом. Ложный пролом вниз. И в это время МСД-гистограмма стала более плоской. То есть, если бы я торговал золотом, то сейчас бы я четко начал в нем строить позицию. Спасибо, Александр. В этом, Роман, по-моему, нефть вы любите посмотреть, да? Нефть, да, и уже мне в тщате напомнили, что биткоин. Да-да-да, биткоин. Нефть. Ну, опять-таки, нефть очень сильно взлетела. Я торговал нефтяной... Есть такой ETF, это как акции на нефть. И я начал с того, что потерял немножко, потому что закоротил преждевременно, но быстро побежал. Когда тебя бьют, беги быстро, не задерживайся. А потом я стал коротить нефть опять, и, так сказать, отыгрался очень даже неплохо. И сейчас я смотрю вот это вот на недельном графике хвост кенгуру. Вот эта вот фигура, где-то было 4 недели тому назад, вот этот хвост кенгуру. Паника. Цена выскакивает из такого, из плотного объема цен, из плотного места на графике, и откатывается обратно. И торговать надо против хвоста кенгуру. Вот это вот вот хвост кенгуру. Нефть, значит, как-то сейчас устаканивается уже. Штаты ведутся очень прагматически. Запретили покупку нефти и нефтепродуктов из России. Кстати, больше нефтепродуктов возили, чем нефти. Все запрещено. И одновременно ослабили санкции против Венесуэлы и Ирана. Поэтому, значит, с одной стороны понизилась доставка, а с другой стороны, она, казалось, повысилась. И поэтому, вот сказать, паника эта в нефти прошла. Но фигура бычья по сей день. То есть на недельном графике имеется откат в зону ценности. И на дневном графике, смотрите, вот даже все эти донышки за последний месяц одно выше другого. Так что, опять-таки, если торговать нефтью, то на повышение, а не на понижение. И биткоин. Да, по просьбам многочисленным, скажем так. Да. Вчера получил вопрос по биткоину. Я зашел к мне, говорю, врача одного веки зашел, санитар спрашивает, а вы доктор? Говорит, да, доктор, но я не практикую. А чем вы занимаетесь? Говорит, трейдингом. А, биткоином? Говорит, нет, нет, не биткоином. Это новое платье короля. А я занимаюсь биткоином. Правда, да? Да, говорит. Начал, говорит, с тысячи долларов. И разогнался до четырех. Но сейчас у меня полторы. Я говорю, да, это, конечно, серьезный размах. А представь себе, если речь шла о миллионе долларов. Было четыре миллиона, стало полтора. Вот это было бы расстройство, да? Да, это было бы расстройство. Биткоин. На недельном графике мы видим, во-первых, совершенно блестящую, блестящую медвежьую дивергенцию между декабрьским и мартовским пиками. Биткоин выскочил выше декабрьского пика, да? МСД гистограмма построила гораздо более низкий пик. МСД линии были гораздо более низкими. И вот тут вот биткоин поехал где-то от 60 с чем-то тысяч долларов, потерял половину, до 33. Сейчас поднимается. У меня впечатление такое, что биткоин – это чисто спекулятивный инструмент. Это не деньги. У денег есть две функции – товарообмена и хранение ценностей. Вот у меня в кармане лежит, допустим, 100 долларов. Я могу в магазин пойти, что-то купить на эти 100 долларов. Или сэкономить их, положить их там под матрац. И у меня те же самые 100 долларов будут и через месяц. Ну, уже быть, инфляция там какой-то четверть процента съест. Но, понимаете, это и средства обмена, и средства хранения ценностей. У биткоина нет ни того, ни другого. Купить на биткоине ничего толком нельзя, только если расплатиться с хакерами, с какими-то биткоинами. А что касается содержания ценности, как вам, если ценность была 60 тысяч долларов за единицу, стало 33 в течение трех месяцев. Вот так вот. Сейчас биткоин поднимается. Я думаю, что его подъем где-то от 34 тысяч до 47 связан с тем, что рынок оживился. И люди, которые сидели в глубокой просадке со своими акциями, почувствовали себя немножко богаче. Ну, и это отражается. Стали покупать биткоин опять. Но, конечно, подъем в биткоине не сопоставим с подъемом на фондовой бирже. Посмотрите, где находится биткоин сейчас и как далеко он от своего сентябрьского пика. В то же самое время мы смотрели на рынок S&P минут 10 назад. И мы видели, что рынок S&P действительно подкрадывается. Подкрадывается уже к своему пику 2021 года. Так что биткоин гораздо слабее акции в данное время. Будьте осторожны. Будьте осторожны. И на дневном графике биткоин четко выше зоны ценности. Он переоценен. Я всегда говорю, есть два способа покупки. Можно купить ценность, а можно купить по принципу наибольшего дурака. То есть ценность биткоина, мы смотрим на дневной график, и вот эти красные и синие линии – это быстрые и медленно скользящие средние. То есть они где-то на уровне 43,5-44 тысяч. Вот это вот ценность биткоина. А торгуется он сейчас по 46 тысяч. Человек, который покупает биткоин сегодня, говорит, я дурак, я переплачиваю, но я в скорости найду еще большего дурака, который мне еще больше заплатит. Вот это покупка по принципу наибольшего дурака. На рынке дураков нет. Это бизнес, который не привлекает глупых людей. Азартных игроков очень много, но дураков мало. Поэтому я всегда говорю, не покупай по теории наибольшего дурака. Я найду кого-то, кто дурнее меня. Дождись, пока твой товар опустится в зону ценностей, покупай там. А когда он достигнет верхнего конверта, то это колокольчик. Рынок переоценен, а не правильно нам продать. Спасибо, Александр. Как раз мы подошли к части подведения конкурса. Я тут уже приготовил все книги, которые у нас сейчас есть для отправки на текущий момент. Вот столько у нас накопилось тем, которые еще не отправили, поэтому в ближайшее время все отправим. И остальные будем уже рассылать, я думаю, что после мая, потому что Александр планирует приехать в Таллинн. И я думаю, что все автографы будут уже лично подписаны, потому что сейчас мы, скажем так, делаем так. Александр присылает мне подпись, я ее вклеиваю в книгу. Ну вот живые, я думаю, что тоже будут интересны. Мы воспользуемся этой возможностью. У меня есть еще шкурная задумка. Вы мне в прошлый раз чашку подарили, такую синюю, где написано Admiral Markets. Я люблю очень из нее чай пить. Так что я специально лечу в Таллинн, чтобы вторую чашку, может быть, мне удастся там заполучить. Могу еще несколько. Двух хватит, спасибо. Еще одной хватит, спасибо. Я не жадный. Но если вам книжки нужны какие-то еще, я с удовольствием привезу. Мы с вами спишемся еще, вы скажете, сколько вам надо. Хорошо. И сейчас как раз по поводу конкурса. То есть вот, опять же, возвращаясь к тому, что мы обсуждали, и, в принципе, делаем это каждый раз. Вот сейчас я демонстрирую экран, где показываю все как раз заявки, которые нам прислали на конкурс. И, опять же, видно, вот здесь у нас идет результат, и видно, что большинство тех идей, которые были, от большого количества трейдеров, они не показали положительный результат. То есть это важно помнить. То есть то, что риски, они есть. И вот мы как раз уделяем это внимание в наших разборах. И про правила конкурса я расскажу уже чуть позже, в конце сейчас, пока не будем отвлекаться. Что хочу сказать? Хочу сказать, что у нас один из тех, кто зафиксировал прибыль, это была сделка по Beyond Meat. Участник уже побеждал в нашем конкурсе в предыдущие разы. Поэтому тоже еще один очень хороший момент – следить за теми участниками, кто побеждает на YouTube-канале, какие идеи они предлагают. Ну, так, для ориентира. Понятно, что не дублировать, не копировать сделки – это, конечно, так лучше не делать. Но тот победитель, который у нас сегодня, в этот раз, человек, который предлагал чайный ТФ на интернет-компании, тикер C-Web, вот как раз эффект низкая база, то есть он достаточно сильно упал, и вход был по 4,2, выход был по 7,2, что, собственно, дало порядка 70% прироста именно в процентном отношении от роста актива. То есть у нас, пожалуй, это, наверное, самый большой плюс, то есть в течение месяца, который у нас произошел. Но в том числе и были ряд также убыточных сделок. Вот хотел бы, наверное, посмотреть как раз, то сейчас все видят результаты, да, с победителями обязательно свяжусь. Вот для того, чтобы это как раз обменяться контактами, да, и вручить книгу Александра. Но я бы хотел посмотреть как раз на несколько акций, и вот на акцию как раз Beyond Meat, и услышать мнение Александра, да, то есть просто посмотреть, что было учтено, да, что хорошо, но, наверное, лучше было бы поругать, да, потому что вот как раз, когда что-то видно, есть на что обратить внимание, то это всегда, мне кажется, хорошо. Вот сейчас я показываю акцию Beyond Meat. Как всегда, вот недельный график, здесь сделка была на short, здесь был вход в продажу на недельном, здесь, соответственно, вход на продажу на дневном, и вот здесь стоит профиль. Очень хорошая сделка, совершенно не моего типа, но, вы знаете, это как в художестве, или кому-то нравятся блондинки, кому-то нравятся брюнетки, да, я обычно избегаю коротеть, то есть не обычно, а всегда, я избегаю коротеть возле нижнего конверта. То есть человек, который сделал эту сделку, особенно это не в новом графике, очень хорошо заметно, человек, который сделал эту сделку, явно играет на тренд. И это очень популярная, принятая игра, но это не моя игра, я люблю играть от экстрима к зоне ценности, но при этом, я вижу, что человек, который сделал эту сделку, я явно поступил очень-очень хорошо. Одну секунду, Роман, я откликусь буквально на секунду, я только что получил сигнал, что какая-то моя сделка была сделана, что-то меня немножко удивило, просто хочу посмотреть, что это такое. Конечно. Нет, все, еще один момент. Так, 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 сюда, сюда. Странно. Что-то с электроникой связано, пришел сигнал, даже не знаю на что. Окей, слушаю вас опять, извините, пожалуйста. И вот еще одна бумага, которая как раз была сделка убыточная, то есть это компания Morton Times Group, и здесь вот точно так же на недельном сделка была в лонг на покупку, здесь вход вверх, ну и, соответственно, здесь тоже вход на покупку, и вот здесь стоп-лосс. Если там, наоборот, цена вот только-только коснулась тейк-профита и развернулась, то здесь вот как раз ситуация произошла наоборот. То есть вот может быть что-то для нашего слушателя, на что можно было обратить внимание, чтобы как раз вот этого избежать, то есть минимизировать. Вы знаете, дайте мне на секунду, значит, тикер MTG. MTG.B, там есть A и вот это B. Да, да, да. Одну секунду, я хочу посмотреть у себя, проверить именно насчет стопа. Один момент. MTG.B. Почему-то в моей системе его нет. Еще раз. MTG.B. Нет. Значит, возвращаясь к вашему графику. Для того, чтобы не попадаться, то, что вы показали, это, конечно, ужасно обидно тому, кто делает такую сделку, потому что сделка была, в принципе, правильная, но стоп оказался чуть-чуть туговат. И что бывает после такого человека? Окей, в следующий раз стопы не буду ставить. Вот тут и все идет в обвал. То есть стоп – это необходимое зло. Как сделать их менее кусачими? Я всегда смотрю на индикатор, который называется, опять-таки, не знаю по-русски, по-английски, ATR – Average True Range. Он имеется в большинстве софта, я уверен, что в вашем софте есть. Average True Range – средний обыкновенный диапазон. Это индикатор, который показывает в среднем, каков диапазон этой акции. И я стоп всегда ставлю минимум полтора средних диапазона от точки входа. То есть если ставить стоп как раз на точки входа, то практически гарантировано, что этот стоп будет сбит. Но в данном случае я даже не знаю, насколько бы это помогло, потому что вход был где-то порядка 118, а стоп – у меня нет цифры, не могу точно сказать. Ужасно обидно, когда происходят такие вещи. Но, опять-таки, про себя хочу сказать, что я люблю делать – это играть против экстрима и на возвращение в зону ценности. Это сделка в главный оборот. Человек покупает в зоне ценности в надежде на то, что подъем продолжится. Я бы не делал такой сделки. Первое, что я когда вижу вот такие вот огромные гапы, которые на дневном графике, я обычно держусь после этого таких акций подальше. Потому что, когда происходит такой гап, это показывает, что очень многие участники рынка были ранены этим гапом. А раненые люди часто совершают странные поступки, такие эмоциональные. И поэтому, когда я вижу такой сильный гап, я после этого обычно держусь в стороне от акций пару месяцев, чтобы все немножко успокоились. То есть после гапы такая странная волатильность бывает. У правого края, кстати, хочу сказать, у правого края этого графика, я бы четко обращал внимание на эту акцию, с точки зрения сыграть на понижение. С точки зрения сыграть на понижение. Потому что вы видите на недельном графике слева ложный пролом вверх. И гистограмма начинает ослабевать. И на дневном графике, естественно, тоже ложный пролом вверх. И колоссальная дивергенция МСД-гистограммы, МСД-линий и индекса силы. Кстати, из всего, что мы сегодня видели, вот это очень привлекательно. Но опять-таки, относительно недавно был гап. И после гапа вот так вот. Вот так вот человек теряет волосы, начинает рвать на себе волосы от стресса. С одной стороны, значит, прекрасна эта фигура. Ложный пролом и медвежья дивергенция. С другой стороны, этот гап, конечно, очень настораживает. Вот так. Спасибо, Александр. Теперь, ну да, то есть я хотел вот эти как раз две бумаги посмотреть. В следующий раз, может быть, сделаем чуть побольше тех, которые разобрались с ошибками. В принципе, как вам удобнее перейти в вашу платформу, посмотреть вот несколько акций, которые я вам прислал. Кстати, вы знаете, я только что посмотрел тут, кто-то написал вопрос в чате, как приобрести книги в Армении. Здесь их нет, как нищи. Все мои книги на русском языке, если вы хотите их купить, то все мои книги, которые есть на русском, а большинство есть на русском, они изданы издательством, которое называется Альпина. Альпина в Москве. Альпина Букс. Очень хорошие люди, очень надежные. Я с ними уже имею дело больше десяти. И поэтому просто найдите в Москве Альпину и заказывайте у них. Окей, Роман, извините, пожалуйста, слушаю вас. Как вам было? Читаю вопрос, кто-то еще пишет. Как вы думаете, кто и с какой целью продает сейчас акции на российском рынке, которые растут от 10 до 70% в день? Нерезиденты не выходят, и все это понятно. Но кто-то отказывается от денег. Кто эти продавцы? Осторожные люди. Люди, которые... Эти акции растут не в связи с какими-то прекрасными экономическими параметрами, а в связи с тем, что власти предпринимают меры рисовать красивую картину. Это, я думаю, что это пузырь. Но, опять-таки, я издалека на это дело смотрю. Есть осторожные люди, которые фиксируют прибыль. Лучше синиться в руке, чем в журавле в небе. Чего-то вспоминается. Вот такие люди. Они не обязательно дурные совсем. Слушаю вас, Роман. Да, мы можем дальше посмотреть те бумаги, которые я вам прислал. Там 4-5 акций. Вы их будете загружать или вы хотите, чтобы я... Можете вы показать. Я думаю, что так будет чуть-чуть быстрее. Давайте. Так. Делал список. ShareScreen. И где-то, где-то, где-то... Так, одно... А, что же... Так. ShareScreen. И... Вот он. Окей. Вы видите сейчас мой экран, да? Да, все видно. Прекрасно. Окей. Начинаем по списку. Amazon. Акция сильно подскочила, потому что, значит, они сказали, что, возможно, будут дробить акцию. Когда акция начинает дробить, это обычно оказывается полезным для ее роста. Во-первых, хочу обратить ваше внимание на эту фигуру. Если бы мне так удалось найти брокера, который позволяет заниматься трейдингом в прошлом. У правого края все гораздо сложнее. Так, смотрите. Вот так вот, да? Не нужно... Что-то медленно работает сегодня. Вот это донышко, да? Которое было в январе. И вот донышко в марте заработал. И мартовское донышко чуть-чуть ниже. Вот это вот и есть моя любимая-любимая фигура. Ложный пролом вниз. Причем, кстати, я вот эти линии поддержки и сопротивления провожу не по экстриму. По экстриму то же самое показал бы ложный пролом. Вот так, да? Но я их провожу всегда не по экстриму, а по краю плотного графика. Вот так вот где-то, да? Ложный пролом. И сравните уровень, глубину MACD гистограммы в январе и ее глубину в марте. То есть цены ниже, а MACD гистограмма показывает, что сила медведя гораздо меньше. Вот это прекраснейший сигнал на покупку. Сейчас Amazon начинает ослабевать. Быстрый взгляд на недельный график. Цены превзошли уровень ценности и начали откатываться. Сегодня Amazon уже упала на 30 долларов, грубо говоря, на 1%. Бычья игра начинает приближаться к концу. Я побоялся бы, я бы четко побоялся покупать Amazon здесь, но когда Amazon опустится в зону ценности, в данный момент Amazon торгуется по 32.95, а где-то по 31.80, то есть пунктов на 100 ниже в зоне ценности, опять возможна хорошая покупка. Возможно, хорошая покупка. Надо будет за индикаторами, конечно, тоже следить. Следующее. Вы хотели посмотреть нефтяную компанию, основанную, кстати, не то чтобы основанную, но первым владельцем был американский коммунист и личный приятель Ленина. компания Окси, Accidental Petroleum, как его звали, этого Сокола? Он, это было очень давно, русица Окси, Accidental Petroleum, компания, Арманд Хаммер звали его, Арманд Хаммер, этого коммуниста. Колоссальный взлет, колоссальный взлет в связи с теперешним кризисом и неопределенностью на рынке нефти, но как вы видите, взлет весь произошел, грубо говоря, за одну неделю. А сейчас цены застопорились, то есть чуть-чуть выше, чуть-чуть ниже, чуть-чуть выше. На прошлой неделе был хвост кенгуру вверх, как палец сна торчит. Открылась плоско, поднялась и закрылась плоско. Это такое поведение довольно топовое. Индекс силы показывает эти желтые точки. Это паника среди покупателей. Паника есть, а подъема большого нет. Смотрим на дневной график. Ложный пролом вверх в начале этого месяца. И медвежья дивергенция. Чистейшая MACD линии, менее чистые гистограммы и чистейшая индекса силы. То есть сейчас приближается момент, как мне видится на этом экране, эту акцию уторотить. Ложный пролом вверх с медвежьей дивергенцией. Точно занятно. Идем дальше. RTX. Мне нужно было компьютер сделать рестарт до нашего класса. Я обычно это делаю. Сегодня забыл. Но опять после перелета. Чище работает. RTX. Как всегда, начинаем смотреть с недельного графика. Raytheon. Raytheon – это одна из крупнейших оборонных компаний в Штатах. Другая очень крупная оборонная компания – LMT. LMT. Что-то очень медленно все это делается сегодня у меня. Окей. Недельный график. Временная продукция пользуется спросом. И вы видите, очень такой организованный, комфортный, бычий рынок. Переоценка в зону ценности. Переоценка в зону ценности. Переоценка в зону ценности. И сейчас ближе к переоценке. То есть, когда эта акция опустится в зону ценности, она торгуется на данный момент по 100 долларов. 99 долларов – 98 центов. А ценность начинается где-то от 96 до 93 до 96. То есть, акция переоценена немножко. И дисциплина состоит в том, чтобы покупать ее только в зоне ценности. А не гнаться. Хотя на дневном графике – это легальная покупка уже сегодня. Стратегическое решение на недельном. Акцию стоит покупать. Повсюду увеличиваются военные бюджеты. Даже в таких штатах представлен крупнейший военный бюджет за всю историю страны. Германия резко увеличивала свой военный бюджет. И даже такие традиционные довольно нейтральные страны в Европе. Все тратят деньги на вооружение. Все проснулись и поняли, что живут в опасном мире. Поэтому акции компании RTX пользуются спросом. Их продукция пользуется спросом. Давайте посмотрим на другую компанию – LMT. Они, кстати, реактивные истребители делают LMT. если память не изменяет. Я, как любитель играть против тренда, заработал на том, что коротил эту компанию. Три-четыре недели тому назад как раз мне удалось схватить этот пик, когда акция выскочила выше конверта на недельном графике. Такое довольно редкое явление. Еще недельный график. Тренд вверх. МСД гистограммы достигла максимальной высоты. Индекс силы показывает дивергенцию. Менее определенная картина. Роман, то, что вы попросили, RTX, более чистая картина на графике, это более сумбурная. Да, вот вспышка, я закоротил, акция упала, и сейчас держится в зоне ценности. Если что-то с ней делать, надо ее покупать, а не коротить. Но RTX, который вы предложили, выглядит чище, спокойнее. Еще две акции, которые вы просили посмотреть. HD, Home Depot. Home Depot – это, я не знаю, если это в России, но это то, где все американцы покупают стройматериалы. Или там, допустим, холодильники для кухни. Ну, вот, так сказать, все, что связано со стройкой. Мы когда переехали из Вермонта в Неханши, я довольно много денег оставил в Home Depot. А сейчас, я думаю, смотрел на эту акцию. Очень занятно, что она падает. Потому что... Так, вот так, посмотрим. Вот здесь интересно. Здесь, опять-таки, я выискиваю любимую фигуру. Это ложный пролом. Значит, вот здесь, вот на этой точке, самая высокая цена была 420 долларов 61 цент. А здесь следующий пик. 417. Мне показалось, что второй пик был чуть-чуть выше. Нет. Акция падает с декабря. И не участвует в бычьем рынке. Не в бычьем рынке, в ралли, во взлете, который происходит сейчас у нас. Не догадываюсь, скажем, с какой фундаментальной информацией это связано. Потому что люди продолжают строиться и покупать всякие товары. Рекордный цен. Рекордный рост цен на дома. Смотрим на дневной рынок. И на дневной рынке видим интересную картину. Была донышко в феврале. Сейчас цена опускается к этому донышку. И чтобы, зачем бы я следил очень внимательно, это нижняя точка в феврале была 307,5 долларов. 307,5. Нет, нет. Никуда посмотрел. Была 299 долларов. 299 долларов. Вот так. Самая нижняя точка. А сейчас 301,67. Беру на заметку. Если Home Depot HD опустится ниже 299, а потом поднимется выше этой планки, это будет ложный пролом. И великолепная бычая дивергенция на серии гистограммы будет, на серии линий и индекса силы. То есть я прямо разговариваю с вами, я сам себе записываю HD 299 вверх и вниз. Очень интересная акция. Очень интересная. И главное, если искать покупки на провале вниз и развороте, то стоп будет относительно недалеко. Одна ATR равняется примерно 9 долларам. То есть стоп должен быть где-то в 15 долларах. Кстати, кто-то разместил вопрос, что если защитная приостановка полторы ATR, то значит мишень прибыли 3 ATR. Да, ориентировочно. Может быть больше. И, наконец, последняя акция, которую вы просили показать, это Nike, Nike. Это компания спортивной обуви. Следующий раз обязательно сделаю рестарт на компьютере, потому что медленно грузится. Ничего я не делаю сегодня. Роман, я уверен, что вы помните, как мы это делали раньше, когда кто-то просит посмотреть акцию, то первое, что мы делали, я просил вас заглянуть на сайт Finviz и сказать, когда будет сообщение о доходах этой компании. Они выпускаются раз в 3 месяца, и когда эти сообщения на подходе, то я не торгую акцией, потому что от таких сообщений цены могут, конечно, очень сильно меняться. Но этот сезон объявлений закончился, и поэтому сейчас даже не прошу вас на это дело посмотреть. Хотя я вам покажу, что произошло вчера. Некоторые компании, очень небольшое количество, объявляют о доходах, и я вам покажу один из результатов. Nike, опять-таки, абсолютно великолепная картина. Вот здесь ложный пролом вверх. И одновременно посмотрите на потрясающую дивергенцию MSD-линий, MSD-гистограммы. То есть делать деньги не хочу. Сейчас, что мы видим, акции компании пробили уровень поддержки, который был создан в прошлом году, в районе 126 где-то. Пробили и вернулись. Сложный пролом вниз. Импульсная система синяя, разрешено покупать. Это недельный график. Идем на дневной. Идет ралли. Сегодня акция падает. Уровень ценности где-то порядка 133-133,5. А акция котируется по 136 в данный момент. То есть это еще 3-4 доллара вниз. Это будет вполне легальная покупка. Я рассмотрел вся акция, что вы мне прислали по списку. Я надеюсь, что это по моему... Знаете, нет идеального метода, одного идеального метода игры. Каждый выбирает себе то, что соответствует этим параментам. Кто-то любит играть по трендам, кто-то, как я, например, любит играть по разворотам трендов. Но все, что я могу сделать, нет идеального метода. Я вам показываю раз за разом, как я ищу акции, что я высматриваю, чтобы им торговать. Давайте еще... Хочу вам еще показать. Компания вчера объявила о своих доходах до открытия рынка. И вы увидите, что произошло. Компания называется Lululemon. Lululemon, она выпускает такую модную спортивную одежду для женщин, главным образом. И сейчас они еще стали спортивную обувь выпускать. Так что сейчас появится график, и вы увидите, как опасно может быть играть на повышение или на понижение до того, как... Вот акция компании Lululemon. Сегодня, вчера и позавчера. Позавчера компания... Извините. Позавчера, во вторник, компания закрылась по 340 долларов. А в среду открылась по 370. Вот так вот. Кто-то умный закоротел и очень крупно попался. Поэтому, прежде чем покупать или играть на понижение в любой компании, очень советую вам посмотреть на этот сайт, который мы обычно рассматриваем. finviz.com finviz, одним словом. И там дается... Впечатывайте название акции, которая вас интересует, и вам немедленно показывают, когда они будут сообщать о своих доходах. Это цифра, которую всегда надо проверить, прежде чем открывать позицию. Роман, позволь мне просуммировать быстро то, о чем мы говорили сегодня. Сегодня я загружаю индекс S&P. И даже хочу показать вам, если мы успеем, один график, который мне прислала одна приятельница, очень серьезный, она очень серьезный трейдер и аналитик рынка. Пока я жду S&P, я покажу вам этот график. Нет, это не он. Это не он. Это... Вот. Вот график, да? Разговорился, голос потерял. Что после перелета? Наверху дневной график S&P. Во втором... В следующем окне индикатор новых высот, новых низов. Александр, вот у нас, к сожалению, не видно. А, вы увидите, да? Сейчас. Окей, sorry. Sorry, извините, пожалуйста. Сейчас. Я знаю, что мне нужно сделать. Сюда. Ставшая. Share screen again. И где-то... Вот. Нет. Да, сюда. Теперь вам видно, да? Да, все отлично. Это... Как я много раз говорил в наших предыдущих классах, я очень ценю индикатор новых высот, новых низов. Это индикатор, который... Акции, которые достигают новых высот, это лидеры силы, а акции, которые достигают новых низов за определенный отрезок времени, это лидеры слабости. Я вечно сравниваю взаимоотношения. А это более усложненный индикатор новых высот, новых низов, где количество этих акций помножено на их капитализацию. То есть, если акция типа Амазон достигает новых высот, то это гораздо более важное явление, чем акция там каких-то курятников, да? Они маленькие, меньше денег, требуется, чтобы их поднять. Так вот, здесь очень занятное такое разногласие. Наверху, ниже цен сразу же, два графика этих новых высот, новых низов. Месячный график, а затем годовой. И мы видим, что на месячном графике, то есть месячный, это значит, что мы смотрим на новые высоты и новые низы за один месяц. Зеленая линия, которая фиксирует новые высоты, поднялась на рекордный уровень с 2019 года. Это время, когда мы начали следить за этим графиком. И, то есть, где-то за почти 4 года это самое сильное поведение новых высот. О чем это говорит? Это говорит о том, что бычий тренд еще не кончается. Должна быть какая-то дивергенция, какое-то разногласие, чтобы кончился бычий тренд. С такой рекордной высоты акции глубоко падать не будут. Это в коротком диапазоне. А внизу длинный диапазон, годовой. И на годовом диапазоне мы видим, опять-таки отследите правую линию, зеленую линию правого края, проведена еще линия тренда. Сила этого индикатора, сила этого индикатора гораздо слабее, чем она была в феврале, чем она была в декабре, чем она была в ноябре. То есть, в длинном диапазоне быки очень слабы. В коротком диапазоне рекордная сила. Ну, вот такие разные показатели имеют место. И на основании этого я говорю, имеется бычий тренд. Он не собирается кончаться, но не влюбляйтесь в него и не думайте, что медвежий рынок кончился. Индикатор, показанный внизу, говорит о том, что он не кончился. Роман, я передаю контроль вам обратно. Надеюсь, что у вас более быстрый компьютер, чем у меня сегодня. Перелеты через океан, они, конечно, не способствуют мягкому функционированию, такому точному функционированию. Я два года не летал. Я вообще иду через аэропорт. Я жил на самолётах, я иду через аэропорт, я это забыл, это забыл. А, это мой ремень нужно снять. А, да, пожалуйста. Какая-то бабушка говорит, молодой человек, а вы кредитные карточки и деньги в подносе забыли. А, да, спасибо, спасибо. Вот так вот, да. Ну, всё, проснулся уже потом. Быстро вспомнили. Да, да, да. По пути туда допускал ошибки. По дороге обратно уже гораздо, уже нет. Но когда прилетел, я забыл, что это выбивает из колеи на пару дней. Просто ничего страшного, просто нужно не рыпаться и не лезть на рожан. Александр, вот если у вас есть ещё пару минут, у нас там было несколько вопросов. Для вас всегда. Может быть, хотя бы пару вопросов, которые прислали наши участники. Кто-то спрашивает название фирмы-производителей таблеток. Это не то, что фирма какая-то. Таблетки называются потасиум айодайт. Йодистый калий. Они кто угодно может делать. Они дёшево стоят. То есть это не одна компания. Это не то, что какая-то компания построена. Они дешёвые. Кстати, они очень важны. Очень важны для детей. Потому что уже кто старше 40 лет, эти таблетки играют гражданам меньшую роль. Ну, бережённого Бог бережёт. Но вот для детей это очень важно. Просто йодистый калий. Патасиум айодайт. Роман, если вы хотите, я вам в Таллинн привезу. На всякий случай. Не ровен час. И будем надеяться, что через несколько лет вы в туалет выбрались. Но до душевного спокойствия, чтобы стояли. Напомните мне это обязательно. Смотри на вопросы. Роман, какие-то вопросы, которые вы... А вот я присылал вам, я думаю, что вот сегодня днём. Не получил. Или не увидел. Хорошо. Ну, тогда давайте их оставим. Засчитайте. Засчитайте. Один момент. Ксения спрашивает, на кой бирже вы торгуете. На Нью-Йоркской и на Настыке. Это, так сказать. И на бирже опционов Чикаго. Это где я уже, так сказать. Сейчас видно до экрана, но я могу их озвучить. Также Алексей Воробьёв, вопрос про акции ROL, которая рассматривалась Александром в январе. В книге вы пишете, что любитель один раз проигрывает на акции, забывает о ней, а профессионал делает несколько попыток входа. Там был именно такой случай. После видео акция пошла вверх, достигла верхней границы конверта на дневном графике. Тут, конечно, хорошо, наверное, могу посмотреть. Знаете, у меня есть друг, мы с ним катались на лыжах вместе в Австрии. Он говорит, что касается акций, у него есть гарем. Как пора сказать, гарем или гарем? Я уже не помню, как гарем оставил. Гарем. У него есть гарем. Это значит 300-400 акций, которыми он торговал за свою жизнь. И он свой гарем просматривает каждый уикенд, какие из этих акций он возьмет, так сказать, поиграть на этой неделе. То есть, для начинающего, конечно, это очень огромная цифра. Лучше создать себе пакет 40-50 максимум. Максимум. Для начинающего даже меньше. 20 акций. И просматривать их каждый уикенд. Я ищу кандидатов главным образом среди акций, которые составляют S&P 500. Так что, но смотреть на те же самые акции неделю за неделю за неделей вы начинаете замечать какие-то особенности их поведения. Это очень полезно. Вот два, наверное, еще вопроса. Тут один такой вопрос. Какая ваша любимая стратегия входа в растущие акции? Я жду всегда, чтобы они немножко откатились. Я не люблю переплачивать. Я люблю купить поближе к ценности. Поэтому, если я нахожу восходящую акцию и хочу ее иметь, то я начинаю ждать, чтобы в более коротком временном диапазоне произошел какой-то откат. То есть, в дневном или даже в часовом. То есть, я не люблю по верхам покупать. Всегда какой-то откат. И вот еще один вопрос, который, я думаю, что беспокоит многих, ну, точнее, поселяется в головах многих. Как вы думаете, какие инструменты и навыки сейчас актуальны для трейдера, который нацелен на карьерный рост и хочет устроиться работать в финансовую организацию? Очевидно, выглядят профильное экономическое образование, разные сертификаты, знания программирования. То есть, вот, скажем так, как вы считаете, что, в принципе, знаете, CFA имеет очень малое отношение к трейдингу. CFA – чтобы быть финансовым управляющим компанией. Для того, чтобы попасть в… Если вы хотите попасть в хеджевый фонд или в какую-то компанию, которая управляет деньгами, во-первых, нужно быть молодым. Они не любят брать людей старше 25-6 лет. У людей появляются плохие привычки. Они уже как-то лично структурированы. Поэтому, я всегда рекомендую, кого-то интересует, иди из колледжа, найди работу летом. Нужно быть молодым. Это А. И если вы хотите работать не трейдером, а в какой-то… Это для трейдеров. Если вы хотите работать в более официальной какой-то роль, отчетность, то есть все, пятое-десятое, то, конечно, чем больше степеней, тем лучше. CFA. CFA очень трудно получить. У жены CFA, и она управляла хеджевым фондом в свое время. Небольшой фонд 200 миллионов долларов. Это, конечно, очень полезно. Но главное, главное в этом бизнесе это личные контакты. По почте никто никого не нанимает. Вам нужно быть или в Нью-Йорке, или в Чикаго, или в Канетику, где находится очень много управляющих. Ходить в бары, где люди отдыхают после работы. тусоваться. Вот так вот. То есть это совершенно построено именно на каких-то личных контактах, не на... Они не подают объявления в газету, что там ищут управляющего капитала. На этого не делается. Главное желание, как говорится, положительная история сделок, контроль над рисками, и будет... Вы знаете, положительную историю сделать даже не так важно, потому что им не нужны опытные люди. Они научат, как торговать. Они научат. Главная личность. Сбегай за кофе, сделай копии этих бумаг. Ну и, конечно, компьютерная грамотность очень важна. Вот так вот, да? Ну, в принципе, это все построено на личности. Ты подходишь нам, или нет? Вот так вот, да? Понял. Спасибо большое. Высто принимает, высто увольняет. Спасибо большое, Александр. Как всегда, были рады вас видеть. Сегодня... Спасибо. Я думаю, что, может быть, какие-то вопросы, те, которые не успели, я перенесу на следующий вебинар. Спасибо большое за участие. Будем с нетерпением ждать, как всегда, следующего вебинара, который будет в апреле. И я еще для всех участников, кто пока не отключился, расскажу про конкурс и про индикаторы. Спасибо. Спасибо, Александр. Роман, очень приятно. В связи. Очень приятно работать с вами. Желаю всего хорошего. До встречи. Спасибо большое, Александр. До встречи. А скоро уже, а скоро уже, значит, в следующем месяце на линии, а через месяц в Таллине. Хорошо. С нетерпением уже до встречи. До свидания, Александр. Спасибо большое. До свидания. Уважаемые участники, также перед завершением нашего вебинара несколько слов как раз про индикаторы, которые мы смотрели в самом начале, ну и в ходе всего вебинара, индикаторы Александра. Я расскажу, как их возможно получить и установить также на вашу платформу. Для того, чтобы запросить данные индикаторы, необходимо отправить запрос на почту elderdisk.com. Сейчас в ходе вебинара я его напишу в чат, а те, кто будет нас смотреть в записи на YouTube-канале, то вы найдете эту почту в описании к видео. Индикаторы предоставляются бесплатно всем клиентам Admirals с счетом, с реальным счетом на платформе TZ Trader 5 с балансом более 200 евро. И данный индикатор как раз будет вам доступен в том же самом виде, в котором мы демонстрировали в ходе вебинара. Поэтому оставляйте ваши запросы, если вы еще ими не пользуетесь. Индикаторы, шаблоны и видеоинструкция по установке, она будет там находиться. Поэтому пишите ваш запрос и обязательно мы вам индикаторы вышли, ну или сориентируем, что необходимо сделать, чтобы открыть счет, если счет у вас у нас не открыт и вы бы хотели это сделать. И, естественно, это конкурс, информация по тому, как мы принимаем сделки на конкурсе, где можно как раз выиграть книгу с автографом Александра. Я напомню еще раз, что это конкурс, скажем так, джентльменский. Понятно, что главным призом в этом конкурсе может быть ваша прибыль, которую вы можете получить на этих сделках. Но мы решили тоже попробовать как раз обмениваться мнениями, то есть находить разные идеи. И поэтому как раз этот конкурс и проводим. Ну и плюс возможность подарить тем, кто выигрывает книгу с автографом Александра. Что нужно сделать для того, чтобы принять участие в конкурсе? Во-первых, это подписаться на YouTube-канал Admiral Markets. Сейчас ссылочку в чат прикладываю. Те, кто у нас смотрит записи, можете сразу же это делать. Поставить лайк под видео. Ну, я думаю, что вы уже его поставили, пока досмотрели до конца. Но, тем не менее, это тоже необходимо. И в комментарии к этому видео, то есть к последнему видео, которое будет загружено на канал, предложить сделку по одному из активов, которые торгуются в Admirals. Это может быть акция, европейская, американская, криптовалюта. Вы видели большое количество инструментов, которые нам сегодня предлагали. И, соответственно, вы можете проверить те акции, которые торгуются, те инструменты на нашем сайте, потому что периодически приходят предложения, но части инструментов у нас не представлены. В комментариях нужно указать цену входа, то есть по какой вы планируете войти в сделку, уровень стоп-лосс, уровень тейк-профит и дату, когда вы пишете ваше предложение. То есть если там 23 марта, то сделка исполняется 24 марта, а 27 марта закрывается, допустим, по тейк-профиту. То есть сделка должна сработать в период с одного вебинара к следующему. Соответственно, период, когда сделка должна сработать, это с 1 апреля, то есть это завтра, до 27 апреля, то есть когда у нас будет следующий вебинар. Поэтому если вы предлагаете сделку, допустим, 1 апреля, потом она срабатывает 10 апреля, то это идеальный вариант, потому что мы в первую очередь смотрим список тех сделок, которые закрылись по тейк-профиту. Если таких нет, то смотрим те сделки, по которым плавающая прибыль, то сделка, допустим, не зашла до тейк-профита. И также важный момент, сделку, точнее, комментарий нельзя редактировать. То есть если будет там плашка отредактирована, то такая сделка в конкурсе, конечно, участвовать не будет, потому что там можно поменять те исходные данные, которые были, поэтому сделку править нельзя. Еще раз, это джентльменский конкурс, и в том числе, если по сделке будет ошибка, я думаю, что в этом случае мы также сможем на каких-то примерах разобрать эти сделки вместе с Александром, Александр поделится своим мнением, расскажет вам, на что важно было обратить внимание, для того, чтобы в дальнейшем эти ошибки минимизировать. Ну и также в ходе вебинара мы очень часто об этом говорим, поэтому вы можете обращать внимание, то есть как рассуждает Александр, как он устанавливает, выбирает точку входа, на что он ориентируется, и если уж не копировать его систему, потому что это не стоит делать, в любом случае у каждого трейдера вырабатывается свой подход, то какие-то моменты, которые стоит обратить внимание на ошибки, вы сможете это сделать, потому что подходы для трейдинга у всех разные, а вот ошибки совершаются одни и те же. С моей стороны это все, всем спасибо за участие, не забудьте поставить лайк к этому видео, увидимся с вами через месяц, чуть меньше, 27 апреля уже на следующем вебинаре, также приходите на вебинары, которые у нас проходят на английском языке, если для вас комфортно также воспринимать информацию, на них зарегистрироваться также можете на нашем сайте и смотреть записи также на нашем англоязычном YouTube-канале. С моей стороны это все, всем желаю хорошего вечера, хорошего месяца, всем спасибо за внимание и до свидания. Продолжение следует...